Если Бендер, то только утренний. Утренний Бендер. Утро продолжается 10.03. Время, наверное, уже с утром прощаться, тихонечко уже в день потихоньку переходить, настраиваться на рабочие лады, готовиться к розыгрышам подарков, тем более в нашем эфире они обязательно будут. В этом часе обязательно проведем нашу радиовикторину ко дню пожарной службы, который пройдет, кстати, 25 июля. То бишь завтра уже застал совсем немного до этого праздника. Но что же такое? Такой датой для белорусских спасателей является 25 июля, как мы уже говорили, именно в этот день. В 1853 году Минское губернское правление и Минская городская дума, рассмотрев вопрос о создании пожарной части в городе Минске, утвердил такие смету расходов на содержание пожарной части в составе 51 человека. В это же время были исполнены и первые пожарные части в Ветерске, Могилеве и других белорусских городах. И именно с этого времени организация пожарного дела окончательно была поставлена на государственный уровень и приобрела свою законченную структуру. Ну да, и в преддверии профессионального праздника, наш спасатели пожарных, Дня пожарной службы, который отмечает, ну, напомню, 25 июля, мы с вами проведем небольшую интерактивную викторину и разыграем памятные сувенира от Минского городского управления МЧС. Вот, собственно, кто готов с нами играть, не отходите далеко от приемников, буквально после прогноза погоды и нескольких музыкальных композиций, мы озвучим такие вопросы, дадим даже, подскажем, варианты ответов, а вы уже правильно пришлете на короткий номер 104.6 и получите замечательненькие призы от МЧС. Самый-самый лучший. Ну, девочка не только сильная и красивая, девочка должна быть еще и немножко хотя бы умная. Сейчас будем проверять, дорогие друзья, ваши способности умственные с утра пораньше. Дело в том, что в преддверии профессионального праздника наших спасателей пожарных, Дня пожарной службы, который, кстати, отмечают 25 июля, мы с вами проведем небольшую интерактивную викторину и разыграем памятные сувениры от Минского городского управления МЧС. Вопрос сегодня будет звучать следующим образом. Как назывались пожарные добровольцы в Беларуси в конце 19 века, друзья мои? И варианты ответов, даже поскажем. Укротители, защитники, охотники или тушители. Подожди, покажи, стой, ты мне обманываешь. Я хотел спросить у Андрея, какой вариант, как думаешь? Ну, я сейчас возьму и отвечу правильно. Ну, там же написано, где правильно, нам же легко. Ага, да, действительно, как назывались пожарные добровольцы в Беларуси в конце 19 века? Сложно, да. Вариант номер один, укротители. Вариант номер два, защитники. Вариант номер три, охотники. И вариант номер четыре, тушители. Катя бы ответила укротители, наша ведущая. Ну, Катя, она бы сказала так. Укротители. Да, как-то такие варианты. Ну, Катюки пока нету. А есть просто смс-портал, у нас короткий номер 104.6, куда вы можете отправлять правильные ответы. Ждем и буквально уже через 15 минут будем называть победителей, отдавать ему памятные призы от наших МЧСников. Их с наступающих пресс, с наступающим праздником. Если Бендер, то только утренний. Утренний Бендер. Бендер сегодня утренний, действительно. И сегодня мы разыгрываем утренние подарки от наших наших, да, да, да. Утренний Бендер, он действительно утренний. Да, но на самом-то деле, в пределе профессионального праздника наших спасателей, пожарных, Дня пожарной службы, который отмечается завтра, 25 июля, отдаем-таки мы победителю памятный сувенир от Минского городского управления МЧС. Правильный ответ на вопрос, который мы задали, как же назывались пожарные добровольцы в Беларуси в конце 19 века, звучит именно так. Так, охотники, друзья мои, охотники, именно так они назывались. Я думаю, что хорошее вообще именование, почему бы сейчас не назвать, представляешь? Охотники. Можно, у меня горит, все, вызовите охотников. Нет, слушай, ну это мужественное, очень название такое, реально крутое, почти, ну, они, во-первых, это и так, все эти люди, все ребята, которые служат в МЧС, это просто супермены, просто, ну, во-первых, они спасают людей и просто не боятся ничего, на мой взгляд, просто с ума сойти. Я их очень, да, честно, я их очень-очень сильно уважаю. Ну, конечно, в день профессионального праздника Минское городское управление МЧС. Хотела бы пожелать всем работникам и ветеранам пожарной службы крепкого здоровья, благополучия, счастья, бодрости духа и, конечно же, оптимизма. Это самые теплые слова, наверное, конечно. Мы присоединяемся к ним, желаем, чтобы у вас все было хорошо и в карьере, и в жизни, потому что от вас зависит наша безопасность. Ну, и присоединяемся к поздравлениям победителю, абонентча, последняя цифра номер 9381, вам сейчас смс-чка прилетит, где и когда вы сможете получить вот такие сувениры замечательные от наших бравых МЧС-ников.